В этом выпуске фартовый коллекционер отправляется в гости в Одессу на знаменитую барахолку. Попробуем найти что-то интересное для коллекции. Еще вы увидите лучшее место для отдыха в Одессе. Ну что, поехали! Прямой поезд Харьков-Одесса довольно комфортный способ доехать и есть кондиционер. В 9 утра мы уже в Одессе и до заселения в квартиру еще 4 часа. Можно ставить вещи в камере хранения и отправиться на барахолку. Яркие эмоции, когда встречаешь на барахолке что-то интересное для своей коллекции. А как это сделать, не выезжая из дома, спросите вы. Все просто. Загляните на сайт Виолити в тот раздел, который больше всего вам подходит. Здесь огромное количество древних предметов, живописи и, конечно, монет. Ссылку вы найдете в описании. Вот такой 300, вот такой 100. Вот кремовый. Ага, все, сфотографировал, да? Сфотографируйте и посмотрите. А тот сколько стоит? Вот этот 100? Да, что? А этот 300. Вот печати, там клеймо, он тоже дореволюционный. Ага. А, то есть на продажу 1915 года. Да. Подзорная труба. А чья французская? Англия, там же написано, кто производитель. А, Лондон. 25 копеек, нечастый 1850 года. Какое интересное года. Кажется, охрана у нее, видишь, уже подбитой. Это пожарная, настоящая. 600 гривен. 600 гривен. А, часто 80. Созвездочем отдаем. Созвездочем? Стоит 380. Мираж изнарив всем суп одногодных футболистов. Ага. А скажите, какой вам стиль нравится? Я не знаю, я люблю разные, я люблю больше полезные книги. Полезные? Исторически, вот это очень интересное, полностью про весь Египет, и она очень полезная. И там описывается абсолютно все, то есть есть носки, что это за борт, какое-то время, все, в принципе, легко читаемо, но при этом можно легко изучить историю Юги. Память тети Ани от ее племянницы. Так, тетя Аня, вы любите, вы же любите исторические книги, а это очень интересное. Вика. Она очень интересная. Вика в день рождения, Лиди. Вот это вот очень интересная надпись, но без картинок, мне нравится с картинками. О, смотри какой. И сколько стоит такой? 600 гривен. А вот это что за ножи? Это вы сами делаете, да? Вот эти два, да. Прямо ручка. Ромка лени. Они не считают, что, да, холодным оружием? Скос там, да, или какие там правила у них? Да, там много параметров. Вот это тоже я видел такие. Не попадают. Там даже уходы нет. Травмоопасная рукоять. Это самое основное, что делаем Грандвейда. Вот этот 350, этот 400 с двумя лезвиями, этот 350, этот 100. Разные цены. Такой вот, как вы брали, вот я такой женский ношу. В принципе, сколько это стоит? Это 400. Ага, крыша снимается у него. Вот это да. А инструкция есть в комплекте? Да. А сколько стоит? А как она работает? То есть, это нужно накрутить какой-то заряд туда. Нет, вы крутите, и колеса крутятся. Там гиркивал идет. Да не будет ехать. А, да ты пока крутишь, пока она передается. Да, да, и состояние, кстати, такое приличное. С колесами совсем. Станобиль спортивный. 7,75. Как у вас, да? Только по курсу сейчас нынче друг. Ну, что, мне кажется, может часами гулять по этой барахолке. Но важно знать ключевые места, где встречаются антикуарные вещи. Потому что треугольник с королевой, пираты. Такая, причем тяжелая. Сколько здесь? Кунция. Это Батавия, по-моему. Да, Батавия. И сколько стоит такая? 100 долларов. 2800. Вот это там по печати? Какие еще монетки с там по печати? Вот это она. А там-то удачи есть. Покажите. А финайте, в каком году они появились там по печати? Честно, так, чтобы не умничать. В 2004 году первая монета была с нанесением. Ну, это запах, наверное. И это Канада. В Канаде сделать 25 центов. Это 900 гривен. А это британская, да? Да. А есть такой интересный квест. В британских монетах можно несколько британских монет собрать. И флаг, получается, с гербами. Очень-очень. Вот так вот оно немножко выглядит. Так что можно... Я вообще не собираю иностранные, но бывают такие красивые, что прямо хочется... Ну, мне кажется... Сейчас дети даже поумели. Вот все хотят царизм. Ну, вложения по-моему. Ну, да. Царизм потом. Там идет инвест какой-то. Ну, дело в том, что на самом деле очень важное состояние. Ну, люди, которые думают, что вот сейчас куплю себе царскую монету. Там сохран, это решает. Да, да, решает. А здесь это просто красивая какая-то монета. Она сейчас стоит копейки. Ну, единственное, что она не раскрученная. Ну, есть и вещи. Ну, есть и вещи, да. А можно это достать? Я покручу немножко. Сейчас. Ну, а как вот вы это оцениваете по состоянию? По какой-то шкале? То есть, там, шкала Шелдона или... По привычке просто. Я не смотрю там МЛС там. Ага. Ну, это где-то 50... 51. 50-50. Ну, она была мыта, то есть, да? Или нет? То есть, она такая такая пристигская. Ее парень принес, он сделал ошибку, почистил. Почистил, да. Зубной. А, пастой, пастой. Зубную взял и холодной водой смыл. Угу, угу. Ну, вот она... А я ее вкажу, чтобы следа. Ну, уже не оставалось. Да, то есть, какие-то микроцарапины, ударчики, потом эти печатают. Ну, конечно, мимо популярные все. Ну, главное, что видите, гербы, видны гербы. Видны, что такая стоит. Это 200 долларов. О, звездочка есть. Кстати, 100 лет монета отметила 100 лет. Ну, 100-ти, да. Кто не заметил я все, вот у меня было, и за счет этого было с 18 штук у меня одна осталась. Я даже там месяц, число записал, когда именно. И она будет расти, потому что 22-й год он, получается, вот стабилизировался, и все, он уже никуда не это. А эти вот 800 гривен, 1200 было. Сейчас нет, 3,5-4, и не помню что-то. Все, еще будет расти. Ну, они тонюсенькие, сами по себе, очень тонкие. Теребру. Знаете, какая самая редкая у вас из тех, что есть? Ну, так оно что-то. Это повар, да? Да. 3 рубля. Сколько стоит такой? 450 рублей. Угу. 450. А он сколько стоит? 850 рублей. Ага. И шпагу даже покрасили. Оп. Ну, вот Кузнецова. Класс. Это поднос для... Ну, не знаю. Для чего угодно. Для чего угодно. Это две. Это тысяча. Это тысяча. Это тысяча. Ага. Ну, так те, кто... Тереброчник 350 рублей. И вот Кузнецова. Угу. И вот кто-то, кто уже, если это до революции, то уже завод революции после революции. Вот такой красивый стенд с разными-разными ремонетами. И вот такой альбом от Сергея Magic Money канал сделал. Очень красивый. Можно складывать все-все-все наши юбилейные 10 гривен. И они, кстати, и такие наборы бывают, но более маленькие. Вот. Но это, конечно, побольше. И задел на будущее для новых десяточек, которым мы ждем. А вот еще даже его. Альбом на канале есть у меня обзор конкретно этого набора 2018 года, который можно найти в обороте. Что такое монеты в штемпельном блеске? Это вот так. Такого советского мешка 1990 года. Класс. Такие в Одессе можно найти себе и каталоги Coins Moscow. Я говорю, на рынке это вот здесь и вагон. Просто я бы уже это уже на скорой. Возьми, вернись. Сейчас уже это закончится. Так, ребята, взял себе небольшой каталогик. Кстати, у меня не было монет России. И сейчас вот можно в Одессе прикупить себе. Прямо на стараконом рынке. Гляньте, у нас, я думаю, это полезная книжка. Взял себе небольшой ножичек такой. Как, знаете, есть ножик-визитка. Только тут немножко постаринней. В принципе, симпатично смотрится. Очень оригинальный. Думаю, я таких не часто встречаю. Можно в рюкзак себе закинуть. Пускай будут здесь ножнички, пилочка. Такая открывашка. И для вина. То, что нужно. 100 гривен, но можно поторговаться. Вот, и что? Ага, и как состояние? То есть они с колесами совсем? Конечно. И сколько это стоит? 850. 850. Сейчас пока. 850. Детский... Это какой год приблизительно они? 70-е. 70-е. 5500, шикарные. 4500. Русско-торецкая война. А это какого года примерно? 50-е. Сделаны? Да. Не знаю, годов 70-х. 70-х? То есть не прямо сейчас, да? Ну, там авторская работа ни в одном экземпляре уже, ни у кого. Ну, интересно, конечно. То есть так. А с конем? Можно какой-нибудь посмотреть там, где конь сидит? Ага, вот это, конечно, прямо офигенный. Но все в комплекте, да? То есть нету... То есть... Вот такая вот барахолка. Наша квартира уже готова. Поедем заселяться. Сейчас я вам покажу, как выглядит квартира в Одессе в самом-самом центре города. И поедем с вами в Аркадию на отличнейший пляж. Небольшой обзор. Так, это у нас душевая туалет. Большая. Вот такая вот совмещенная кухня. Здесь стол. Большая кровать с кондиционером. Ну, и такой вот прикольный дворик. Дворик-балкончик с видом на Соборную. И здесь Соборная улица. Здесь вот прям постоянно, постоянно много людей ходит. Такая движуха. Вот такая вот небольшая квартирка в центре Одессы. Ну, а теперь поехали отдыхать на пляж. Это лучшее место, где я отдыхал в Одессе. Здесь есть отдельные бассейны. К сожалению, вода в море довольно была зеленая. Я не купался, только в бассейнах. Отличная музыкальная программа. Играл диджей. Это просто было восхитительно. Классная погода, шезлонги, напитки, еда. Все есть в этом месте. Друзья, если хотите отдохнуть, и это не реклама, я просто рекомендую, так как я сам здесь отдыхал. И это кайфовое место. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Продолжение следует...